Футбольный клуб «Луч Энергия» мог провести свою первую домашнюю встречу в этом году, как и подобает. Перенос матча, возможно, был лишь в интересах руководства команды. Представители спорткомплекса «Динамо» в общении с группой фанатов приморской команды заявили, что во всех бедах с неубранным стадионом по большей части виноват сам «Луч». У клуба есть долги как перед нами, так и перед другими компаниями, но сейчас деньги не стоят на первом месте. Если бы «Луч Энергия» хотел проводить домашний матч, то все можно было бы организовать. О том, что матч был перенесен в Химки, мы узнали только в новостях. Руководство клуба на связь с нами не выходит, всячески пытается нас игнорировать. Хотя мы заинтересованы в том, чтобы «Луч» играл на нашем стадионе. По словам Рычковой, руководство футбольного клуба собиралось принимать какие-то меры, прийти на стадион и все обсудить. Но никто в итоге на «Динамо» так и не появился. Сами же работники спорткомплекса сейчас приводят объект в порядок и убирают оставшийся снег. «Луч», к слову, на сегодня имеет задолженность перед различными организациями в размере 54 миллионов рублей. Кроме этого, в производстве арбитражного суда Приморского края находятся несколько дел в отношении клуба. Это и попытки банкротства от сторонних лиц и долги по всяческим услугам. Сумма всех исков составляет около 40 миллионов рублей. Сейчас приморская команда готовится к гостевому матчу с футбольным клубом «Балтика», который пройдет 19 марта. Приморские бадминтонисты одержали победу на международном турнире в Бразилии. Евгений Дремин и Денис Грачев завоевали золото в мужском парном разряде. В первых двух матчах наши спортсмены одолели две местные бразильские пары. В матче за выход в финал поборолись с польскими спортсменами 21-16, 21-13 победа приморцев. А в решающей встрече Евгений и Денис сыграли против смешанного тандема Адама Мандрека из Чехии и Джонатана Персон из Германии, которых уверенно обошли в двух партиях 21-17 и 21-16. Сегодня Дремин и Грачев занимают в мировом рейтинге 69-е место. Благодаря победе в Бразилии они улучшат свою позицию. В ближайшее время приморцы также примут участие в еще одном международном турнире «Ёнекс Свис Оупен-2017». Чемпионат по гребле в закрытых помещениях прошел во Владивостоке. Уже в третий раз необычное спортивное мероприятие прошло в кампусе ДВФУ. Заезды проходили на специальных тренажерах, имитирующих греблю на воде, и привлекли более ста спортсменов разных возрастов. Еще в 2015 году гребля на так называемых «эргометрах» стала официальной дисциплиной гребного спорта в России. Тогда же Дальневосточный федеральный университет приобрел необходимое оборудование и провел первый подобный чемпионат во Владивостоке. В этот раз соревнования проходили на нескольких дистанциях в зависимости от возраста и физической подготовки участника. 200 метров преодолевали любители и дети до 14 лет, 500 метров – ветераны и юноши, а целый километр гребли ребята от 17 лет и старше. Через три часа плотной работы лучшим гребцам вручили заслуженные медали и грамоты. Максим Яковлев, Новости спорта на восьмом.